Добрый вечер, в эфире программа в центре внимания. Сегодня будем говорить об инновациях и о стартапах. Все это намного проще и ближе к нам, чем кажется на первый взгляд. Как исправить ситуацию? Как сделать так, чтобы Леня подтянул оценки, приучился к порядку и разумнее распоряжался своими деньгами? Мы предлагаем Лене и его родителям скачать приложение Junior Balance, которое позволит стимулировать ребенка на достижение важных целей, на успехи в финансах, в учебе и в жизни. Также благодаря сервису Леня научится грамотно распределять и копить свои деньги, совершать стандартные банковские операции. Как это работает? Все процессы завязаны на банковской платформе. Родители открывают ребенку карту, устанавливают на его телефоне детское приложение, на свои смартфоны родительскую версию. Детское приложение отображает два счета – банковский и родительский. Первый банковский счет пополняется родителями. Это живые деньги, которые Леня может тратить или копить. Виртуальный помощник подскажет ребенку, как разумно ими распорядиться. Второй родительский счет пополняется смайлами. Родители вместе с ребенком определяют круг задач – работа по дому, успехи в учебе или в спорте, успешное выполнение которых поощряется этими самыми смайлами. Во что превратятся улыбки, в деньги или конкретную награду – решается совместно с ребенком. Все денежные операции по карте ребенка прозрачны для родителей. Они могут определить лимит расходов на конкретный период. Любая денежная операция подтверждается родителями по СМС. Виртуальный помощник подскажет родителям, насколько грамотно их ребенок тратит карманные деньги и напомнит об успешном выполнении поставленных задач. Он также сообщит о положительной или отрицательной динамике учебных и неучебных успехов и достижений ребенка. Отметит его сильные стороны, которые можно поощрить, и слабые, которые следует стимулировать. Родители Лени подключились к системе Junior Balance. Через полгода Леню не узнать. В его дневнике только хорошие оценки. В комнате идеальный порядок, и он ездит на новеньком велосипеде. Родители в восторге, а Леня на подъеме. Две стороны одного приложения – устойчивая платформа для семейного баланса. В нашей студии авторы проекта Junior Balance, сотрудники Архангельского областного института открытого образования Николай Гряжев и Владлена Романова. В конце сентября ребята вернулись с финала второго международного конкурса инноваций в образовании Киво-2015. О проекте и об их участии в этом конкурсе мы и поговорим. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, с чего началось? Давайте по порядку. Что за проект? Почему Junior Balance? Почему Junior Balance? Вообще, на самом деле, первоначальное название проекта было «Детский банкинг». Но на конкурсе Киво он состоял из двух этапов – летняя школа и уже финал. Так вот, на первом этапе нам рекомендовали переделать название, чтобы оно максимально отображало его суть. Поэтому мы пришли к Junior Balance. Что это такое? Баланс семьи. Наш проект представляет собой два мобильных приложения. Это сервис, который состоит из родительского приложения и детского приложения. Оба приложения отображают два счета – банковский и родительский. Банковский счет пополняется настоящими деньгами, то есть ребенок может их тратить, а родитель, соответственно, видит, насколько грамотно их чадо использует свои финансы. Николай, я так понял, это аналог мобильных банков, которые здесь вот сегодня или нет? Это дополнение к мобильным банкам, к детскому функции детского банка, потому что есть функция, еще родительская функция, которая предназначена для поощрения детей с помощью смайлов. И совместно с родителями ребенок потом решает, как эти смайлы потратить с помощью награды, с помощью денег. То есть это решается уже совместно с родителями и детьми. Ну, конечно же, главный вопрос, с чего все началось, как вообще возникла идея именно разработки таких мобильных приложений? Почему не игрушка, например, а именно вот такой финансовый сектор? Ну, эта идея возникла год назад примерно на волне федеральной и региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения. Родилась эта идея, хотелось сделать что-то интересное, что-то полезное. Поэтому был в течение месяца разработан концепт этого проекта, разработаны процессы, изучен рынок. И в течение этого года мы реализовывали этот проект. Ну, с одной стороны, вопросы разобрались, теперь вторая сторона вопроса. Почему дети, Влад, Лена? Почему дети? Ну, во-первых, мы с Николаем оба родители. У Николая растет дочь 12 лет, Лера. Это поколение Z. У меня трехлетний сын, Мирослав, поколение Альфа. Почему я сейчас говорю о... О таких буквах? Да. Дело в том, что это дети совершенно новой эпохи. Они рождены во время технического рывка. Это откладывает, естественно, свой отпечаток на их мировоззрение, на их восприятие. Это дети, которым необходим совершенно новый подход воспитания, так сказать, с вовлечением. И наш проект как раз позволяет в такой простой игровой форме вовлекать детей в развитие финансовой грамотности, в их стимулировании, их успехов. Это дети, которых не пугает слово «гаджеты», да? Да, да, да. Поэтому вы и решили работать с мобильными предложениями. Здесь они как рыба в воде. Но я правильно понимаю, что это лишь концепты? То есть вот сейчас мы не сможем скачать с известных плей-маркетов и воспользоваться этим? Скачать нет, но это больше, чем идея, потому что уже разработаны процессы и изученный рынок, самое главное. То есть мы знаем, что хотят пользователи. Вы сказали, что провели анализ рынка, да, прежде чем заниматься разработкой. Что это в себя включало, насколько вы вообще глубоко проникли в эту идею? Да, летом действительно мы провели некий анализ. Ну, естественно, начали с бумажной версии приложения, то есть какую-то часть функции приложения, момент поощрения. Мы перенесли на бумагу и предложили своим друзьям, родственникам, друзьям, друзей поучаствовать вот в апробации этого инструмента. Ну и ряд школ также участвовали в эксперименте. Ну и нам удалось прийти к некоторым выводам. Первое, естественно, самое позитивное, это то, что приложение действительно пользуется, будет пользоваться спросом. То есть с обеих сторон, и со стороны родителей, и со стороны детей было высказано, что неплохо было. То есть идея концептуально и востребовала. Да, да, да. Ну и, естественно, это помогло нам выявить какие-то моменты, недостатки, которые мы, естественно, доработаем. Ну а что за недостатки, Николай? Давайте, в общем-то, всю правду сейчас расскажем. Да, то есть родителей очень интересуют рекомендации. Некоторые семьи не знают, как стимулировать своих детей, поэтому им требуются рекомендации. Оказалось бы, ответ банальный – деньгами, нет? Нет. Не всегда. То есть это выбирает сама семья, чем стимулировать. Это может быть действительно деньги, это может быть награда, это может быть свободно проведенное время. И это вопрос показал. Но все-таки, Владлена, насколько актуальна именно позиция поощрения деньгами? Да, вот это общество потребителей, я так понимаю, что идет, в общем-то, некое поощрение с юных лет. Нет ли здесь подноготных? Да, очень интересный вопрос. На самом деле, с чего хочу начать, да, повториться. Мы не ограничиваем родителей в выборе поощрения. Это могут быть, это не обязательно денежное поощрение. То есть во что превратятся смайлы, это решается совместно с ребенком. Это могут быть и совместные походы куда-то и так далее. То есть не обязательно быть завязанными на деньги. Но при этом же хочу сказать, что миф о том, что поощрение деньгами не работает или рано или поздно перестает работать, это неправда. Это миф, потому что, насколько я помню, как меня родители воспитывали и поощряли деньгами, и это работало. Я не скажу, что я выросла потребителем или у меня росли аппетиты. Нет. И на самом деле наша апробация показала, что сегодня большинство семей все-таки используют момент денежного поощрения детей. И они сами воспитывались по такой же модели, используют, переносят это на своих детей. А значит, это работает? То есть смысл предложения такой. У ребенка есть установленная функция на карточке, которую он тратит, а у родителей контролирует. Если я смотрю, что мой ребенок, допустим, купил гантель у себя и выпил кефира, я ставлю плюсик какой-то. Этот плюсик потом он трансформируется в некий бонус моему чаду. Правильно? Смайлы. Ну, это может быть и так. Родители на самом деле могут отмечать смайлами, своими бонусами. Это уже не деньги, а свои бонусы. Они полностью контролируют расходы ребенка. В этом суть. Суть и две, потому что приложение… Два приложения. Приложение отображает два счета. Банковские деньги и родительские. Банковские созданы для того, чтобы сопровождать ребенка, повышать уровень его финансовой грамотности, помогать ему грамотнее расходовать или копить на что-то. А смайлы – это момент поощрения. То есть, сделал что-то хорошо, тебя родители поощрили. Вот она, конфетка. Да, да. Ну, а тут, кстати, отличный вариант. Если ребенок грамотно расходует свои деньги, почему бы его не поощрить смайлами, которые он также может конвертировать по своему усмотрению. Смотри, Николай, мы сейчас говорим все-таки о концепте. А когда концепт обретет зрение воплощения, появится в иконках на мобильных смартфонах родителей? Все зависит от переговоров с инвесторами. Я думаю, в самом лучшем случае это приложение появится через полтора года. То есть, это настолько серьезно требует проработки именно с точки зрения функциональной и технической составляющей? Да, техническая составляющая очень сложная. Сюда включается и дизайн, и программирование, и, соответственно, менеджмент этого проекта. То есть, это достаточно сложный проект. Вы вдвоем планируете дальше его продолжить реализовывать, или все-таки ваша команда как-то будет прирастать? Ну, вдвоем тут в любом случае не справиться с такой работой, поэтому нам необходимо будет задействовать целую команду для воплощения идеи. Поэтому, да, мы как раз сейчас занимаемся, присматриваемся к потенциальным партнерам. Ну, я так понимаю, вы присматриваетесь, и к вам присматриваются потенциальные инвесторы. Вот участие в конкурсе Кива 2015 что вам дало? То есть, да, насколько вы были заметны, насколько вы смогли себя показать? Да, действительно, успешная презентация на конкурсе «Инновации в образовании», который проводит Высшая школа экономики уже второй год, показала, что проект действительно очень незначим и интересен инвесторам. И мы получили огромное количество предложений от потенциальных инвесторов. И, естественно, у нас появилось очень много полезных контактов, которые мы будем использовать при реализации этого проекта. В чем ваши плюсы, на ваш взгляд? Почему вам удалось так хорошо себя показать? Поделитесь секретами, может быть, кто-то тоже думает о каком-то приложении. Почему такой интерес со стороны инвесторов? Ну, скорее всего, тут момент уникальности. Дело в том, что в нашей стране на сегодняшний день не существует подобных проектов, подобных сервисов. Есть в мире похожие проекты, похожие сервисы, но они, это в частности Польша, Америка, но они лишь частично содержат ряд функций, которые отображает наше приложение. — Насколько серьезной была конкуренция на этом московском форуме? Насколько серьезное внимание было со стороны самих участников? То есть, да, это действительно сложно было победить там? — Да, вообще заявок было подано на конкурс инноваций в образовании более 800. — Но они по темам, наверное, были, да? Или все 800 боролись за какие-то призы, в том числе и вы? — Нет, экспертная группа выбрала 29. Все заявки были из области образования, то есть инноваций в области образования. Но в полуфинал вышли только 29 проектов, в том числе и наш проект. После этого в июне месяце проходила летняя школа, в которой нас учили презентовать, находить суть нашей бизнес-модели. — То есть еще на конкурсе получили чего-то? — Да, конечно, еще было обучение. И после обучения и успешной презентации мы вышли, соответственно, в финал в сентябре месяце. — То есть было 800, СИТАП 29, и следующая ступень? — 19. — 19? — Да. — И вы вошли в эти 19? — Да. — Естественно. — Да. — Так, а дальше был какой-то еще отбор из 19 или все 19 это уже победители? — Как сказать, организаторы конкурса очень тактично поступили, и они не выделяли конкретных мест. — То есть все лауреаты? — Были, был выделен главный пресс, это проект одного очень интересного молодого человека, «Москва глазами инженеров», но он предлагал выездные такие занятия для ребят, чтобы они конструировали какие-то здания в миниатюре, все это пояснялось технически, исторически и так далее. Вот победил он, но у него уже работающий бизнес, ему конкурс необходим был для масштабирования проекта. — А мы заявляли о себе? — Да, мы заявляли о себе, нам необходима была поддержка и внимание со стороны инвесторов, ну чего, собственно, мы и добились. То есть вот мы выиграли премию от Агентства стратегических инициатив, чему несказанно рады, потому что находиться под крылом оси — это большая удача. Они будут сопровождать наш проект от и до. — Денег много дали? — Денег дали. — Самый главный вопрос. — Ну, я могу сразу сказать, что их покровительство для нас самое ценное. Денег дали, давал лично Дмитрий Песков, это директор направления «Молодые профессионалы», выручил нам сертификат на 200 тысяч рублей, ну его мы как раз и потратим на создание пилотной версии. — То есть на оплату каких-то работ, да? — Да. — Вот мне еще понравилось, что вы сказали, что вы прошли некую летнюю школу обучения, да? Вот несколько слов, может быть, подробнее о том, все-таки, насколько по-новому вот этот бизнес-работа для вас открылась, да? Чему вас учили? Презентации себя или какие-то технические нюансы? Вот что нужно нам, простым людям знать, может быть, и тем, кто соберется продвигать себя, свои стартапы, свои идеи в жизнь? — Летняя школа — это действительно значимое для нас мероприятие. На летней школе за четыре дня, мы работали с утра до вечера, перед нами выступали знаменитые спикеры, профессионалы, успешные стартаперы, очень знаменитые психологи, педагоги, вообще гуру в области образования, такие как Фрумин, такие как Сидоркин из высшей школы экономики. То есть это очень значимо для нас. Ну и кроме этого, нас научили создавать презентацию, презентовать и, соответственно, найти суть нашей бизнес-модели и построить бизнес-план. — То есть теперь, насколько я понял, полтора года кропотливой работы, да? — Да, да. Полтора года мощнейшей работы — это не только технические решения, да, то есть это еще и набор команды, это выяснение юридических моментов. То есть, наверное, один из самых сложных моментов — это переплывание бизнес-модели в юридическую плоскость. То есть это для нас ново, это нам придется изучать. — Мы, я думаю, с нетерпением будем ждать все-таки конкретного итога. Я надеюсь, мы снова встретимся в этой студии. Вы уже откройте свои смартфоны и покажете эти уникальные иконки, как они работают. Поэтому приглашаю вас, как только все будет готово. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы пообщаться с вами уже и с гаджетами тоже. — Обязательно придем с работающей версией. — Спасибо большое. Спасибо вам за вашу инициативу, за то, что вы, в общем-то, позиционируете и всю Архангельскую область в том числе. — Спасибо. — Спасибо огромное. — Авторы проекта Junior Balance, сотрудники Архангельского областного института открытого образования Николай Кряжев и Владлена Романова были сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok